всем огромный привет я очень рада что вы зашли на мой канал и сегодня как вы уже поняли по названию хочу с вами поделиться своими вечерними спа процедурами что больше я люблю использовать какими средствами я пользуюсь и покажу свои новинки которые мне понравились я их уже протестировал где-то в течение трех недель до и сейчас вам все расскажу итак первая процедура конечно же которую я делаю это очищение то есть умывание лица от косметики для умывания я использую вот такую пенку это черный жемчуг пенка мус для умывания у меня уже ее осталось вот стоечка да пенка очень приятная она очень хорошо снимает макияж деликатно так все удаляют загрязнения с лица немного щиплет глаза но в принципе попробовать ее можно мне очень приятная отушка такой какой-то парфюмированный приятный аромат так что присмотрите с ней она неплохо очищает кожу следующее после умывания поскольку лицо я умываю такой слегка горячей водой чтобы раскрыть поры дальше я буду наносить скраб 100 рецептов красоты скраб для лица яблочный бережно очищает тонизирует и увлажняет кожу так лицо я умыла такой горяченькой водичкой и наношу скраб так скраб имеет вот такой приятный оттенок у него очень приятный аромат такой яблочный все проблемные зоны стараясь хорошенько промассировать очень деликатно так гораздо приятнее им пользоваться чем скрабом от чистой линии еще у чистой линии такая неприятная отдушка что у меня просто вообще больше всего отталкивало кожу после скраба становится мягкая так и смывать скраб я буду вот такой губочкой это губка из фикс прайс как вы могли уже наверно догадаться и все ей я также смываю скраб она у меня уже смоченная также еще стараюсь хорошенько промассировать по нажимать чтобы все шелушинки наверняка отпали следующее что я делаю примерно где-то два раза в неделю это наношу вот такую маску это белита витекс сорная маска пленка наносить буду такой лопаточкой на проблемные зоны постараюсь сделать такой более плотный слой чтобы при застывании потом маску можно было легко снять при нанесении от маски идет такой запах спирта прям очень сильно бросается в нос итак вот я полностью нанесла маску черных точек держать ее нужно до полного высыхания на лице 20 минут и потом уже снимать маска имеет 75 миллилитров не скажу что не какой-то отталкивающий запах но вот этот запах спирта который бьет в нос он присутствует но потом немного выветривается и уже становится нормально от маски такой идет холодок по идее она должна то есть при снятии за собой убирать все черные точки сейчас мы все проверим вообще эта маска работает по принципу то есть и промывал полоски от черных точек от faberlic то есть как вы убираете и там остаются все вот эти вот загрязнения которые накупились в порах принцип работы вот этой маски точно такой же она очень бюджетно и стоит где-то около 70 рублей все жду 20 минут и потом будем снимать итак маска уже застыла прошло 20 минут она даже как бы видно что осень сильно стянула все вот это сюда далеко нанесла так брови сейчас все выделят меня сейчас остатки я еще вычищу но лицо просто нереально мягкая сейчас после нее ну и дальше хоть лицо и вроде бы не требует увлажнения но у меня уже такая привычка дальше я увлажняю лицо тоником у меня гарниер основной уход освежающий витаминный тоник тонизирует смягчают кожу для нормальной смешанной кожи который принципе у меня и есть так протираю лицо и тоже приобрела себе вот такой крем под глаза на веке крем для век лифтинг и питание с маслом облепихи и настоем корня солодки значит фирма 100 рецептов красоты идет 20 миллилитров но это довольно таки много я даже не знаю успею или нет и его израсходовать за буквально за полгода тут 6 месяцев после вскрытия срок годности ну и такой носик вами чуточку крема на нашел я уже говорила что у меня на я покупала фиберлик также прям для век и у меня была на него жуткая аллергия это было значит серия airstream по моему называется прямо такие язвочки появлялись на на веках то это было ужасно а вот это вот малютка мне очень даже понравилось также он является бюджетным и он неплохо питает и увлажняет кожу под глазами от него мне нету никакого раздражения хорошее средство за маленькие деньги так скажем так ну и такой вот питательный крем тоже от 100 рецептов красоты как ни странно они получились у меня из одной линейки хотя их покупала совершенно в разное время такой упаковке он идет значит тоже лифтинг и питание крем ночной очень мне нравится у этих кремов такая приятная приятная ненавязчивая отдушка он такой густой идет консистенции очень приятный вот и точно так же вот распределяю и легонько наношу на лицо крем очень быстро впитывается от него также нет никакого раздражения очень хорошо питают кожу точно так же как и заявлено что это питательный крем очень мне понравился думаю буду пользоваться продолжать им и возможно посмотрю еще какой-нибудь дневной крем тоже из такой же линейки и так подвожу итог первое что я делаю умываюсь смываю косметику вот такой пенкой от фирмы черный жемчуг делаю скраб с помощью 100 рецептов красоты яблочный скраб потрясающий средств отличный скраб также всем его рекомендую я думаю вы не пожалеете очень мягкая нежная кожа после него после скраба я наношу на распаренное лицо маску на т-зона который очень хорошо вытягивает все из наших пор действительно вот эти вот прямо столбики грязи остаются на пленке после маски я наношу тоник дальше я наношу крем под глаза в основном делаю также на ночь тоже лифтинг питания крем для век 100 рецептов красоты и точно такая же серия 100 рецептов красоты лифтинг и питания ночной крем потрясающее средство сейчас это мой самый любимый уход чему я очень рада что нашла какие-то свои именно и прям фавориты наверное а в уходе ну и все все что мне понравилось если вы пользовались какими-то средствами такой маской или скрабом напишите свое мнение вообще какую косметику для вечернего ухода выбрала читаете это все идет полностью бюджетный сегмент поэтому это всем доступно но и все надеюсь что я была для вас чем-то полезно не забывайте подписываться на мой канал ставьте лайки пишите комментарии мне это будет очень приятно заглядывайте на мою страничку instagram мы все всех целую всем пока